Продолжение следует... Расскажите, пожалуйста, что в этом месяце, какие мероприятия вы проводите и на что они направлены? Ну, вообще, с 28 июля по 28 августа во всех регионах нашей республики проводится месячник по борьбе с вирусным гепатитом. Вот, сегодня в здании областного Акимата прошла большая пресс-конференция, где были собраны все инфекционисты города, гастроэнтерологи, заместители главных врачей, эпидемиологи, поликлиник, всех лечебных учреждений города, где, значит, обсуждались вопросы по вирусному гепатиту, современные методы диагностики, лечения, профилактические мероприятия по проведению вирусного гепатита. И вот эти вопросы были разобраны сегодня на пресс-конференции. Я хочу сказать, что во время месячника, конечно, Туараса на октябре проводится большая работа. Сейчас мы также будем работать по вирусному гепатиту, это с пришкольными лагерями и детскими оздоровительными учреждениями. Мы уже эту работу начали. У нас есть совместный план с городским управлением по защите прав потребителей по летним оздоровительным лагерям. Мы тоже работу начали проводить, совместные выезды, работы с детьми. Также работа у нас проводится уже на рынках во всех городах, торговых домах города и так далее, в крупных. Конечно, и большая будет санитарно-просветительная работа, раздача информационного материала по профилактике гепатита и так далее. Кстати, вот Мурат, расскажите, пожалуйста, в нашей области, в нашем регионе вирусный гепатит, что это за болезнь и насколько он опасен для жителей Активинской области. Эпид-ситуация по вирусному гепатиту у нас по городу Октябре на сегодняшний день стабильная. По итогам 6 месяцев 2016 года по городу Октябре зарегистрировано у нас 6 случаев острых вирусных гепатитов. Это у нас показатель заболеваний составляет 1,33. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 17 случаев острых вирусных гепатитов. Показатель заболеваний составляет 93,92. Тем самым у нас отмечается, по сравнению с прошлым годом, снижение заболеваемости в 3 раза. Если остановимся от структуры острых гепатита на гепатит А, то вирусный гепатит А это инфекционная распространенная заболеваемость, которая передается контактно-бытовым элементарным путем. Это значит, что факторы передачи, это могут быть продукты питания, обиходы, домашние предметы, которые выделены больным животным, заражаются. Также у нас в структуре острых вирусных гепатитов входит гепатит В, С. Если мы говорили, что гепатит А это контактно-бытовой элементарный путем передачи, то есть вирусный гепатит В и С, это у нас парентеральная. Парентеральная – это значит, что инфекция попадает в организм человека как через манипуляции, через переливание крови. Манипуляция – это значит повреждение кожных покровов, слизистых оболочек, может быть, даже может попасть ребенку от матери через проходение родовых путей, может передаться ребенку тоже самое. Основные меры у нас, если будем говорить теперь по гепатиту А, то у нас острый гепатит В, А, она у нас вакциноуправляемая инфекция. Против гепатита А вакцинация делается у нас с двух лет. Благодаря вакцинации на сегодняшний день среди детского населения до 14 лет случаев у нас не зарегистрировано. А если будем говорить по гепатиту В, гепатит В у нас зарегистрировано по итогам 6 месяцев. Два случая, по итогам 2015 года за 6 месяцев зарегистрировано у нас 8 случаев. Тем самым, то же самое отмечается у нас снижение заболеваний на 6 раз. Среди детей до 14 лет случаев не зарегистрировано. Хорошо. Алмагуль, расскажите, пожалуйста, вот этот месяц у вас будет продолжаться как раз месячник по вирусному гепатиту. Следующий месяц какие-то планы есть уже на будущее? Да, конечно, у нас, ну не только по гепатиту, у нас там уже будут и грудное скармливание идти, и другие инфекции. Просто, пользуясь случаем, я хотела бы сказать несколько слов по профилактике вирусного гепатита, раз как у нас этот месячник идет именно по сейчас гепатиту, населению города хотелось бы сказать, что, значит, это использовать индивидуальные предметы личного обихода. Мы говорим бритвы, там, маникюрные приборы, ножницы. И проводить манипуляции косметологические, такие как макияж, пирсинг и так далее, да, в косметологических салонах, где имеются условия такие вот, да. Сейчас очень часто на дому делаются, я не знаю, со скидками, наверное, большими, чем в этом. Потому что вот это как раз передается через необработанные инструментарии. Мы говорим, нужно получать безопасную медицинскую помощь, то есть в поликлиниках нашего города. То есть вот эти все уколы, назначения, переливание крови системы, то есть проводить под надзором медицинских работников, да. Также мы, конечно, в первую очередь мы говорим, это иммунопрофилактика, то есть проведение вакцинации по гепатиту B. У нас детей прививают сразу в роддоме в первые дни рождения и, значит, 2,4 месяца. Также хотелось бы сказать, конечно, нужно про безопасный секс, чтобы был, конечно, с использованием презервативов и, естественно, избегать случайных половых контактов. И в случаях, если какие-то уже признаки у вас появились, конечно, уже нужно обращаться в лечебную организацию. Да, своевременно, это излечебно. Спасибо, спасибо большое. Хотелось бы напомнить, что в нашей студии был главный специалист у Расан Актобиал Могули Айткулова, а также руководитель эпидодела управления по защите прав потребителей Мурат Нурманов. Спасибо вам большое. До встречи. Спасибо.